я вообще жду страшного потому что даже как сказать я не знаю как правильно в общем понятно то что собака плохо собаки собака старого сегодня даже не ест то есть она отказывается от еды я даже на улицу июня отправляю обычно здесь только рада кушает бо неплохо утром она вышла в начале 6 я выпустила погулять это надолго не заходила то есть она не соображает то есть это знаете как люди с деменцией до когда они могут творить там непонятные вещи там теряться забывается вот она также себя ведет то есть ушла куда пошла зачем пошла непонятно зову домой не идет вот потом наконец зашла она домой наверное часов уже может 9 вот и все падает только пьет отстает чтобы попить ходит она под себя запах жуткий стоит это я сейчас чистый новый ковер постелила конечно ковер мне жалко вот так как у нас вообще нет больше ковров там один еще лежит про запас но это ни о чем учитывая то что зима еще даже не началась предыдущий ковер пришлось вынести на улицу причем тоже жалко выбрасывать хотя у деланы весь или в какашках и в моче повесила его до весны на забор буду пробовать отмыть потому что реально жалко и вот не стелила бы ничего но опять же из-за бойники постелила чтобы ей теплее было и чтобы проще было вставать потому что она не может встать и тяжело вернее вставать когда здесь чистого длиной дом лежит я знаю просто как умирают как уходят такие вот старые собаки мне вообще очень страшно что будет у меня с кешем как бы он тоже не лег рядом и не помер кто знает давно уже нас помнит наверное историю с османом то есть как он был привязан к этому кобелю они вместе жили несколько лет там в одном вольере и вот когда османом иркеш просто сошел с ума он бегал тут по территории везде искал и вот привязался он к боньке его тоже все это время он везде с ней то есть как привязанного на в дом то заходит только из-за войны завтра мы ждем врача анастасия александровна к нам должна приехать но это понятно не за собаки салагу то есть я когда не бывает приступе просто реанимировала приедет у нас доктор за кошек что огромное количество кошек нуждаются в осмотре и у нас есть новенькие то есть все кошки и понятно что там требуется стерилизация не знаю что еще сказать я я устала я не жалуюсь вам ребят я не жалуюсь я просто выжатая как лимон меня вот уже практически нет мне кажется я как тряпка просто как тряпка и каждый день ты вынужден вставать и делать одну и ту же рутинную работу одну и ту же не могу позволить себе полежать поваляться там ничего не делать не могу просто не могу потому что нужно отжимать инвалидов нужно всех кормить нужно бежать кошкам нужно делать уколы нужно всем насыпать корм наливать еду и так далее там на кухне вот они вот ваши шумятся скулят как будто вот все помирают с голоду я сама не ела они там хочу то где-то там на кухне там по над собирали вот и вот это все каждый день каждый день возраст уже не тот и конечно то что я могла сделать раньше сейчас мне это дается все тяжелее тяжелее вот гри вытащила сегодня ковер отсюда огромный повесила или закинула его на высокий забор все спина отваливается думаю зачем я это сделала нафиг бы он мне нужен этот ковер лучше выброси но все жалко все хочется сохранить хочется чистоты хочется порядка вот в коридоре сейчас чище не то что чистить чище здесь чисто на кухню вообще невозможно зайти там еще собаки опять задрали лапу кошки упали там прыгали вернее на подоконник падали развернули воду там у них огромная миска с водой все это на полу и это просто это вот дурдом ты не знаешь куда бежать за вообще за что хвататься здесь сегодня тоже пока убиралась свернула у душевой кабины это дверцу слава богу сама смогла ее присобачить что называется по-другому это не назовешь то есть я не профессионал я не умею такие вот вещи делать что все это было там аккуратно слава богу приделала опять же дверцу потому что иначе я просто не знаю чтобы было кошки лази это в эту кабину вот они вы просто там разворотили все окончательно вот хлебом не корми да и вот туда полазить вот там вот видно и вот это как бордюр вот этот то есть они постоянно его выносит тут уже ведро валяется хотя она стояла там тряпки на нем сушились это это бесконечно это не прекращающиеся просто дела и работа это никогда не закончится если раньше нам хватало чтобы чистые лотки были хотя бы на два дня то есть можно было на это все смотреть и ничего не делать то сейчас вот вот просто нет такой кошмар то есть столько котов и очень чувствуется когда например если здесь было 12 до а сейчас 20 их это очень чувствуется вообще и по лоткам и опять же по кормам по загрязнениям вообще просто по всему и вот она это вот собачья любовь вот он своей тарелки поел я так-то вообще его отдельно в вольере кормлю чтобы драки не было то есть он знает он уходит вольер ждет еду но так все не рада поела пока это снимала видео и ушла на улице те же туда забежал вот эти глаза это вообще вот он все понимает вот он все понимаю свою еду съел то и свой корм и и корм не трогает даже когда вот на улице она остается такая вот потерянная и не волнуюсь за нее особо потому что я знаю что он не даст ее в обиду еще раз говорю мне очень страшно и когда она умрет что будет я не знаю вот у меня дети в курсе все этой ситуации в курсе вот этой вот собачьей привязанности даже не представляет вообще что будет вчера на кушку сегодня все даже говорит же никакого интереса встает только попить собака спасла эту собаку давно очень давно больше десяти лет она наверно уже лет 12 меня только живет но 11 стоит и точно ведь еще даже не ест ее корм хотя я думаю что он бы съел в этом участка лажен бы съел новой кишки я себе отложу ответь что происходит а то что стоит у нее есть не стал вообще у меня ничего никогда не забирал у меня не трогал у нее ее и дует она могла его отогнать всегда от миски да вот с лариной забрала это промышленная зона это там это ад для вообще для собак туда очень много выкидывают очень много брошенных подачи и вот гони ловили мы несколько раз выезжали она дикой абсолютно собака была и вот когда она родила щенков мы к ней подкрались трое нас тогда было я ведь врач марина александра на и ветра в ветра чельдар фат хулина вот мы втроем сделали и укол забрали ее вместе со щенками и вот она вот была вместе со щенками там где такой большой сарай теплый щенков пристроили бонька так и осталось у меня жить у меня не поднялась рука выпустить ее опять вот в это адское место кстати живы те собаки которых именно забирали оттуда тех кого стерилизовали выпускали все погибли там просто массовая травля собак то есть бесконечно травят ну и понятно там дорогу машины ну и двуногие вот таким вот образом пони так и осталось у меня конечно она бы на улице не прожила столько лет еще вот быть к она тоже с лариным вот она кстати лежит вот она вот рыжая большая собака тоже я забрала с ларина поехала тогда тоже не помню лет 8 может назад поехала и думаю но всех спасти не смогу естественно тогда там очень много перетравили собак думают заберу первую попавшуюся к себе и вот ее забрала на тоже у меня живет пони пони их очень тяжело терять и я понимаю то что это неизбежно мы все уйдем но тем не менее